детали приветствую тебя очередная неделя соответственно снова ее начале обсуждаем перспективы тех инструментов за которыми мы продолжаем следить не первый месяц делается акцент из последних на индекс доллара на европейскую валюту ты очень часто еще комментируешь ситуацию на рынке криптовалют за что тебе отдельно спасибо потому что этот рынок сейчас конечно же своей зарождающейся скажем так волатильности начинает основа притягивать все больше и больше внимания всех интересует конечно же вопрос что же будет вот после вот этой двадцатки на которой торгуется биткоин увидим ли мы новые космические уровни небывалые высоты либо все-таки будет еще заход вниз которые прогнозировали кстати очень многие инвестбанки в расчете на то что если обвалится американский фондовый рынок он потащит свой рынок криптовалют сегодня опять же я предлагаю вернуться к отдельным инструментом которые комментируются в прошлый раз начнем традиционно с меня и пару слов буквально про фундаментальный фон сразу хочу отметить что это неделя и следующая будут крайне интересными для рынков потому что мы все ближе к заседанию федрезерва напомню что 21 сентября американский регулятор проведет свое сентябрьское заседание и разумеется всех будет интересовать какое решение фактически примет фрс на сколько он провозит на цельную ставку я думаю что никто не сомневается в том что это повышение все таки будет 50 балетных пунктов либо 75 от этого зависит дальнейший интерес и спрос на американские облигации впоследствии на курс доллара то что будет происходить с долларом конечно же приведет движение и все инструменты рынка форекс так демонстрация крану мне как раз открыт индекс доллара пошла в демонстрации до сегодня ликуют продавцы потому что активно распродажи в первые торговые сутки опять же этой неделе уже и по сути европейской сессии опираемся 108 10 я думаю что прям уже совсем скоро будем тестировать 108 пунктов и до кода продлится это падение хороший вопрос я очень рассчитываю на то что все таки индекс доллара также быстро выкупят самое ближайшее время но вот максимум это возможно торговая сессия вторника то есть завтрашний день когда выйдет отчет по инфляции это основной ориентир для американского регулятора в принятии решения по процентной ставки я сторонник того что резерв будет действовать жестко фрес третий раз подряд на восстанавливать 75 байсных пунктов но завтра хотелось бы увидеть хотя бы роста базового показателя инфляции который не учитывает влатильные цены на довольственные товары и энергоносители потому что чем выше будет базовая инфляция тем больше будет возможности у американского регулятора комментируя свое решение по процентной ставки сослаться на остающиеся актуальные угрозы высоких значений потребительских процентов и я по этой причине буду прямо с нетерпением ждать выхода завтрашнего релиза а собственно как и всем если друзья вы еще не открывали сделки по индексу доллара то есть ранее не шартили не покупали и если прямо вам сейчас интересно лучше чешется залить актив я рекомендую посмотреть на уровень 107 5 там уровень поддержки по индексу доллара если соответственно его протестируем можно будет покупать с опом на отметке 107 и ждать уже возвращение индекса доллара на выше 110 пунктов и на достижение этой цели заранее качество моих субъективных ожиданий я отвожу как раз ближайшие две недели это первые первая волна на мой взят покупок может последовать после завтрашнего отчет по инфляции уже окончательно поближе к заседанию американского регулятора либо по факту самого решения 21 сентября то есть фактически вот эти вот две недели так что касается других финансовых инструментов разумеется на фоне снижения индекса доллара европейская валюта сейчас растет я раньше давал рекомендацию зашарпить перед решением европейского центрального банка перед заседанием ецб евро с уровня 099 в моменте там профиль был около 40 пунктов но я честно говоря не стал переводить без убыток держал эту сделку она только закрыта пускоплост 09960 я старайник того что евро будет вряд ли будет сильно расти дальше потому что как ни крути но энергетический кризис он никуда не делся и на мой взгляд в ближайшие недели у нас станет еще более выраженным поэтому рекомендую дождаться возвращения пары евро доллар диапазон 0 точнее 1 0 0 90 1 0 1 20 это как раз вот зона который вводит цветом но можно поставить скажем так забросить отложку цел стоп с уровня 1 0 1 20 при этом стоп лосс 1 0 1 80 и ждем уже движение пары евро доллар ниже а при сета прогноз тот же самый что и в ситуации с индексом американской валюты там между поддержки соответственно как только индекс доллара начнет активно расти такое же давление будет оказывать на главный валютный риск доллар канадец 12993 здесь была сделка по покупке канадского доллара соответственно продажа пара доллар канадец с уровня 131 сейчас котировки как я уже отметил как вы видите в районе 1 30 я думаю что можно еще поддержать для тех кто в коротких позициях до уровня 129 те кто не закрывался может быть уже стоит аффицировать потому что с одной стороны банк канады повысил процентную ставку до 3 25 сейчас процентная ставка в канаде остается на самых высоких значениях среди всех развитых стран но очень сильно разочаровал пятничный отчет по рынку труда прям крайне неплохие цифры уровень безработицы 4 и 9 до 5 4 процентов а занятость за месяц просела на 40 тысяч и конечно же на этом фоне если бы сейчас не было тотального продажи тотальных продаж доллара я думаю что канадский доллар потерял бы но на мой взгляд сейчас вот эта текущая динамика это лишь подарок для шартистов потому что в целом фундаментальный фон не очень-то спадает ему чтобы тенденция была продолжена и дальше короче я рекомендую все-таки не испытывать удачу и для тех кто уже заработал по 100 пунктов как фиксироваться здесь и еще по поводу золото 1722 доллара за тройскую унцию здесь будет рекомендация золото продать с уровня 1730 а тоже сил лимит а стоп лосс 1740 и take profit 1690 дети тоже жесткая монетарная политика опять же рост доходности американских облигаций снижение спроса последний отчет 70 показал пятничный что спроса продолжает снижаться со стороны институционалов и я буквально вот сегодня когда готовился к своему брифингу просматривал новостные сводки очередной отток из золотого из пдр и тьф короче gold shares отток составил больше 150 миллионов и этот тренд нисходящий выводы капитал из золотых фондов продолжается уже девять недель подряд я думаю что в конечном счете все это приведет к тому что золото обновить прямо многомесячные минимумы но пока что можно руководствоваться такой скромной целью это тест на поддержке 1690 это листов тебе видно рабочие кроме я уже загрузился на и так всех приветствую пройдемся по тем идеям которые ждали прошлый вторник напомню мы встречаемся по понедельник когда техническая технический момент даст мне сейчас расскажу то что я говорил о раньше там свое видение дальше по твоим скажем высказывание на сегодня чуть-чуть не скажу нет другое мнение на рынку сейчас как раз покажу конечно есть нюансы то что мы с тобой встречаемся там раз неделю да и в течение недели мое мнение может меняться в принципе я это все озвучиваю своих закрытых телеграм-каналах в открытых телеграм-каналах в принципе ссылочки вот как есть под видео будет так и вот указано на текущем на текущей странице напомню я про на прошлой неделе с тобой аналогичный индекс доллара видел вон евро доллар шорт он работал работал но в конце так скажем недели я в принципе там раньше чуть предвидел что возможно будет развивается коррекция но скажем не стал против сильного тренда зарезать и уже только в пятницу и сегодня я своим ученикам писал что ждет по всем валютным парам ослабление доллара это я уже в пятницу утром написал и сегодня в принципе как видим сегодня уже индекс доллара свое отработал где-то два-три часа назад еще было такое небольшое накопление в пятничное маленькое и все мы прострелили и на текущий момент сегодня понедельник уже как бы я думаю здесь не заработаешь если конечно не будет какого-то аномального движения пока у меня мнение по индексу доллара на его усиление сколько она продлится время покажет я не буду называть это цели да я по факту буду уже смотреть если картинка показывает шорт я говорю о шарке если картинка меняется да я только меняю свои скажем какие-то свое мнение по рынку допустим как было в прошлом месяце да вот такая затяжная затяжная месячная коррекция по индексу доллара то есть когда она нарисовала только лон в принципе мы с тобой здесь не покупали где-то в середине августа за напомним и евро доллар шарке и индекс доллара покупали да то есть когда картинка будет меняться я буду менять пока за ролл за ослабление индекса доллара евро доллар аналогично лон пока никаких предпосылок технически здесь ниже на шорт и от каких-то уровней тоже продавать по факту что покажет инфляция поменяется картина евро уже на текущий покупать не стоит но фунт еще не так сильно улетел аналогично я вижу рост фунта он может продлиться достаточно высоко условно да мы сломили вот этот локально нисходящий тренд который длился месяц последний и фунт можно в принципе ну с текущих до покупать у нас цена 16 где-то 1680 плюс-минус все что выше сегодняшнего минимума я рассматриваю на лонг цели локальные там 1740 дальше там 1880 возможно до конца недели мы туда дойдем возможно через какие-то коррекции пока покупаем фунт доллар дальше можно добавить что еще не успела новозеландский доллар и утром на ребятам писал красиво были точки захода но австралийский доллар аналогично помимо фунта все все валют одинаковые там же на выбор то что любит кто любит риски доллар торговать но пока фунт такой самый красивый формате он еще не успел там искать далеко по сравнению с евро долларом что касается золото 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 я вижу лонг тобой здесь не согласен среднесрочно пока я думаю что золото есть шанс куда-то так прилично уйти наверх доллара пятьдесят сто смотрим может и больше может здесь есть такой неплохой паттерн а лонг получается сломили ну таком процессе в принципе сломили локально неисходящий тренд как и по всем другим валютам и тестировали его это здесь неплохой неплохая модель я золото еще раньше начал советовать и сам покупал и своим ученикам еще раньше не жили валюты потому что здесь что по серебру что по золоту начали достаточно вот здесь видно как раз агрессивно откупать раз от купили и второй раз такие два сигнала на то что золото скорее всего захочет этим лонг поэтому золото покупаем текущих пониже если будет все что выше минимума четверга на покупки да и стопа соответственно 1700 конечно можно покороче поставить за счет волатильности того что мы выступаем там раз в неделю и среднесрочные моменты поэтому я золото покупаем посмотрим покажет на этой неделе хороший рост и так далее серебро аналогично здесь тоже красиво купали она уже еще раньше золото улетела поэтому здесь строго рекомендации не будет что касается прошлых рекомендаций я прошлый вторник давал bitcoin short здесь он неплохо накопил видно было что скорее всего он будет идти на продажу я здесь локально заработал дальше картинка на следующий день среду она сменилась но bitcoin я уже не трогал здесь его хорошо купили видно было что он скорее всего будет идти на коррекцию наверх но я в него не лез потому что здесь не сильная модель была вот я конкретно по эфиру мы работали потому что эфир более красивый у него здесь такое большое накопление нет такого сильного даун тренда как по биткоину красиво раз купили вот как раз среда смотрим такой агрессивный бычий бычье давление до наверх и неплохо локально он отработался думаю что пока по криптовалютам есть шансы для дальнейшего роста пока пока вот этот сценарий шарта как мы обсуждали прошлый раз он отменяется конечно через какую-то коррекцию какая здесь коррекция будет биткоин да здесь может очень сильная коррекция затянуться уже по факту я буду смотреть секущей конечно покупать нет смысла как-то вот так да потому что рынок он скажем динамичный сегодня на дно показывает через два-три дня другое и это нужно понимать что касается фондового рынка до прошлой неделе я был во вторник с тобой медведем да я еще советовал напомню среднесрочном они еще актуально это шарпить среднесрочном на перспективе там полгода вот и более акции такие как виза и federal экспресс они еще процессе но локальном свое мнение по смп 500 я сменил аналогично так как картина она сменилась получается 7 сентября здесь агрессивно купили смп 500 видно было что вот этот тренд локальный он скорее всего заканчивается и мы будем идти на коррекцию наверх пока здесь признаки только на он будет рисоваться окончания этого этой коррекции будем свое мнение меня скажем вот такой рынок динамичного меняется еще хотел бы добавить и там видела были новости в маркет по поводу что добавили китайский юанис я его пока в терминале не нашел достаточно интересная картинка потому что она будет интересно не только как трейдером вот я сейчас скажешь если будет видно картинку по китайскому видно сейчас график а сейчас я обновлю давно и не пользовался этим каналом в чем заключается суть и почему интересный юань он добавился в маркет за торговлю если это все правильно телеграме мне кажется было сообщение и интересно так как если некоторая большая страна которая сейчас очень активно перекладывается в юань выходит с самой сильной валюты доллара и по экономически политически причинам перекладывается в юань и там другие такие очень сильные валюты востока здесь перспектива ну здесь небольшая думаю коррекция глобально посмотреть на юань и на перспективы китайской экономики у нее достаточно плачевно вот эти с ограничением по поводу к вида у них каждый месяц 2 3 что-то закрывают последние экономические показатели выходят все хуже и хуже и мы знаем что все все в мире бегут в одну валюту на валюту резерву на сегодня это является доллар и американские казначейские облигации длинные короткие поэтому я думаю что и и скажем негативный сценарий который был есть и дальше будет еще хуже недвижимости поэтому если все суммировать ну это любой страны касается что еврозоны что америке да здесь валюта будет очень сильно стяжаться я думаю у нас такое большое накопление последние несколько лет по юаню здесь происходит в диапазоне в диапазоне 6 30 на 7 10 условно и мы с этого движения должны пробить верхний потолок и уйти достаточно высоко поэтому поторговать это возможно но сейчас идет коррекция по доллару если она закончится можно будет выслеживать покупочки после локальной коррекции возможно где-то в районе 680 сильный уровень поддержки и здесь последующих когда индекс доллара закончит свою коррекцию потому что будет более конкретно скажем давать какие-то рекомендации по китайскому поэтому отслеживаем находим терминалов еще не нашел и будем его также обсуждать довольно интересная валюта для торговли дали спасибо тебе за твои идеи соответственно за как всегда ты охватил большое количество секторов ну что следим тогда следующая встреча в понедельник уже буквально перед заседанием федрезерва напомним что до него остается ну короче она состоится в следующую среду то есть будет еще одна встреча прямо перед самим заседанием обсудим что там с долларом будет какие тенденции опять же останутся более понятными ближайшие дни ну а сегодня действительно мы работаем со слабостью индексу доллара что локально оказывает поддержку на рисковым активом ждем завтрашний отчет по инфляции как еще один возмутитель спокойствия и повышенный триггер волатильности еще раз тебе спасибо хорошей торговой недели и увидимся в понедельник пока